всем привет собираем аудиторию midnight loft онлайн наши ночные вечерние и московские эфиры продолжаются ох сегодня у нас замечательный замечательный участник это скрипач давид ардуханян четырехкратный участник лофт филармонии на самом деле с давидом нас связывает очень много и он уже мелькал выходил в прямые эфиры когда я их вела самостоятельно он был таким человеком который меня поддерживал в моем начинании не давал заскучать аудитории и сейчас когда midnight loft онлайн уже стал сериалом как вы знаете сериалом на gtv сериалом на ютюбе это теперь такое горячее местечко очень популярная в сети как я говорю это единственное место в сети где можно зарядиться позитивом узнать что-то полезное выпить хорошего чаю да вот собственно говоря и давид давид привет вообще на самом деле конечно сегодня у нас ждет очень серьезный разговор как вы понимаете я бы с удовольствием сделала исключение для давида и не стала бы на самом деле его звать вот в эти вот диалоговые окна но ставки слишком высоки и поскольку игроки все очень разные и очень харизматичные талантливые люди я просто не имею права сделать какое-то исключение поэтому спустя практически два полных сезона midnight loft онлайн вот уже надо третий сезон я сейчас незамедлительно приглашаю давида в нашу импровизированную студию так что пристегните ваши ремни безопасности если таковые имеются и наслаждаемся чао 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 москоскоринг давид привет сколько лет сколько здесь нормально тебя нормально слышно видно тебя так как будто бы это забыл продереть окно иллюминатора вот на самом деле ты знаешь я тебя очень рада видеть потому что ты совсем пропал с радаров начиная где-то с 5 апреля то есть прямо категорически я видела твой буквально нос вот в каких-то вот точечных эфирах слушай на мой нос виден бывает в самых разных местах ну это тебе виднее конечно вот я боялась боялась того что наш диалог с первых нот перейти в стендап но можно было не бояться можно было уверенно ступать на эту тропу зная тебя и все таки и все таки поскольку я обещала серьезный деловой разговор разговор давай начнем с главного как твои дела как твоя самоизоляция что произошло в твоей жизни начиная с 5 апреля не побоюсь этого слова расскажи нам слушай я на самом деле недавно получил премию вот такая вот статуэтка премия в оскар за хорошее кино я не буду называть какое это кино 18 плюс опустим слушай на самом деле как дела как дела могло быть лучше могло быть лучше но конечно в любом случае сейчас наверно благодатное время для того чтобы освоить ту музыку которую мы всегда мечтали играть но всего многих причин никак не успевали выучить ее посмотреть сейчас времени много поэтому я учу то что я всегда хотел сыграть например мы скоро сыграем ту музыку про которую я тебе много раз говорил но мы никогда его не играли что мы будем с тобой играть ты знаешь ну я я-то знаю а знаешь ли ты нет ну ты если ты говоришь про ближайшие какие-то наши мероприятия но это музыка пауля хенденита нет 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 это ты знаешь что-то другое а что еще что и чего я не знаю у меня между прочим нотки вайнберга да да те самые да да ты выполнил да да просто это только одна из пяти одна 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 та самая не цикл да но мы не будем раскрывать которая это из санат не будем не будем я думаю что скоро будет обязательно анонс и все люди узнают об этом а кто-то придет ой друзья для меня такой подарок прямо в прямом эфире ну давид ты почту мою знаешь поэтому переправляй мне эти ноты я с удовольствием займусь изучением ты уже пользуешься моими приемами ты телефон мой знаешь если что позвони ну я просто не могу такую информацию разглашать здесь в онлайне при всем желании но те кто хотят всегда до меня могут дозвонить слушай давид ну вот ты знаешь ты наверное заглядывал в наш диалоговый окна примерно представляешь как бы ты знаешь редко в последнее время а то есть я тебе надоело да настолько что ты уже просто ни в онлайне ни в реальности не можешь на меня смотреть нет ну я все понимаю я принимаю как должное ну знаешь время как бы разбрасывать камни время их собирать естественно и со мной очень тяжело иной раз уживаться вот на одной сцене на одной репетиции в одном диалоговом окне онлайна но мы попытаемся так вот то есть ты получается занимаешься занимаешься активно на скрипке но я скажу честно что не так много как обычно когда карантина не было то конечно мы с тобой занимались гораздо больше вместе а сейчас скучаешь по репетиции конечно 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 а чего тебе больше всего не хватает что чего тебе больше всего не хватает ой слушай твоего кнута а пряника а и немножко пряника нет на самом деле то что немножко не то чтобы угнетает но заставляет задуматься это конечно абсолютная неизвестность относительно того что будет дальше потому что с алисой у нас было запланировано действительно очень много концертов и они с такой быстротой отменяются что конечно все это может огорчать ну они не отменяются они переносятся дорогие друзья ну пока переносятся возможно отменятся то есть тут стопроцентной гарантии что они действительно состоятся к сожалению нет вот а программа действительно была интересная мы готовили и очень разную музыку это было хендемид и мендельсон и синсанс и много 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 другого и были даже сюрпризы которые мы хотели с 6 июня в локте между прочим исполнить но не знаю как там что будет дальше мне бы хотелось чтобы как можно скорее мы начали играть вместе опять репетировали опять пили кофе иногда ругались иногда мирились чтобы все было так как мы привыкли помнишь фильм Париж я тебя люблю она иногда кричала повод был иногда когда она не кричала повода не было ты знаешь давид все как то конечно образуется у нас очень позитивный на самом деле онлайн я верю в то что будет не просто так как было будет лучше потому что мы можем сейчас к этому редкий случай когда мы можем применить к этому и приложить все свои усилия а именно вот существует бесконечное множество активности которые все еще нам доступны да мы не можем видеть то мы не можем заниматься как бы прямой своей профессии да в каком то таком стандартном для нас виде но тем не менее остались индивидуальные репетиции да можно учить порознь пока а то что касается онлайн опций ну ты не дашь соврать что сейчас же не только как бы одними онлайн концертами и онлайн репетициями живы что называется вот скажи ты человек экстраординарный какой тебе очень много экстраординарный в тебе очень много знаешь вот какого-то не знаю такого особого духа тебе очень много флора безумия я бы сказал да ты на самом деле еще тот авантюрист не будем это замалчивать ты человек который по своей натуре странник путешественник и никак не домосед никак не домосед вообще это абсолютно не мой образ жизни абсолютно не да да и поскольку ты постоянно находишься в поиске приключений приключения найдут тебя даже дома я уверена а именно вот знаешь ты знаешь я по ним скучаю да так вот я тебе предлагаю не скучать как бы в ответ по ним же да а сделать им как бы шаг навстречу этим приключениям прямо из своего дома ты понимаешь мне мыть из окна ну это это как бы самый экстремальный шаг который ты можешь сделать и конечно я тебе этого не желаю вот я понимаю что тебе нравятся окна которые у меня на заднем плане но не надо на них так сказать зариться я на них давно заглядываюсь ну ты знаешь я бы тебе сказала приезжай но это видимо не совсем в контексте будет вот сейчас нынешней ситуации так вот я к чему веду ты человек который очень внимательно на самом деле относишься к медийности да как таковой и начну издалека начну издалека вот расскажи нам пожалуйста как ты относишься к словосочетанию академический музыкант ты знала за какие струнки потянуть да я знаю что мало нет я думаю что просто алиса знает мне достаточно давно и мы часто с ними об этом говорим я очень категорично отношусь к такому понятию как академический музыкант вообще к слову академизм я его очень не люблю к сожалению слышу иногда слава богу не они про себя но к этому слову мне отношение уже много много лет очень негативная к сожалению хотим мы этого или нет но очень часто мы заложники именно академического образования что к сожалению мешает нам действительно в полной мере раскрыть себя на сцене и быть ярче потому что я всегда считал что артист не нужно ему брать какие-то ноты на сцене петь или играть он должен выходя на сцену уже влюблять в себя публику и при этом делать это настолько естественно в этом не должно быть какой-то игры вот он такой первый шаг на сцену и тебя уже любят вот мне всегда именно в наших музыкантов не хватало вот именно такой импровизации такого отношения и к жизни и к музыке и к сцене ведь очень важно заниматься тем что ты любишь к сожалению многие люди которые посвятили себя академической музыкой я не всегда вижу то что они любят то что они делают и это чувствуется это чувствуется по первым ноткам которые они издают на своих инструментах неважно это скрипка это фортепиано фортепиано рояль это орган это величине абсолютно неважно но вот это вот ощущение любви оно встречается крайне редко и вот мы с тобой когда играем вместе я не знаю получается у нас с тобой не получается судить наверное не нам но мне бы всегда хотелось чтобы когда мы с тобой выходим на сцену и начинаем играть вместе ансамбль до когда два человека чувствуют настолько чутко друг друга что есть полное ощущение что это действительно единый организм мне всегда хотелось чтобы люди это чувствовали и слышали разницу когда играет не просто два больших безусловно мастера солиста с прекрасной репутацией все сделано все прекрасно все круто а когда вышли действительно люди которые понимают друг друга и мне всегда хотелось чтобы в музыке в нашей музыки нашим ансамбль Всегда было это понимание, к которому мы приходим порой сквозь терния. Но это нормально, потому что творчество – это всегда поиск. Вот такая вот коротенькая речь. Ты тронул, ты тоже знал, какие тронулы. Я не люблю просто слово «академизм», и мне очень не нравится это. Мне порой возражают, говорят, что ну как же, ты же тоже академический музыкант, ты играешь на скрипке, классическая музыка. Это академическое искусство. Я говорю, что нет, неправда. Если я играю на скрипке, это не значит, что я академист. На скрипке можно делать совершенно невероятные вещи, как и на рояле, как и на любом другом инструменте. Дело в деталях, в нюансах, в отношении, в подаче и в каком-то участии человека на сцене. Мне так кажется. Да, нет, ты совершенно прав. И я почему задала тебе этот вопрос, почему это стала точкой отсчета нашего разговора. Потому что, смотри, соответственно, из того, что ты сказал. Ну, во-первых, такой подвопрос, маленький микровопросик тебе. Скажи, а вот ты сказал, что импровизация должна быть, да? Вот есть три понятия. Импровизация, перформанс и хэппенинг. Что тебе из трех вышеперечисленных слов ближе? Слушай, на самом деле, когда мы с тобой вместе играем, у меня полное ощущение, что она с тобой ассортина. Ну, это верное у тебя ощущение. Я думаю, что перформанс. Я думаю, что перформанс. То есть, ты считаешь, что... Перформанс, в моем понимании, это не... Я тебя не буду прививать. Нет, нет, я сказала, действие. Ты считаешь, что... Нет, для меня перформанс – это представление. Цирковой номер, наверное, это неправильно, да, прозвучит? Но в нашем случае иногда бывает и такое. Знаешь, иногда, да, мы ходим по тонкому льду, вот, очень часто. И нам нравится этот экстрим. Вот, но исходя из того понятия «академический музыкант», вот смотри, ты правильно сказал, что у нас блестящее образование, да? Которое... Замечательное, конечно, конечно. Да, которое иной раз слишком уж замечательно и слишком уж замечательно застегнуто на все пуговицы до такой степени, что хочется немножко подбавить жизни, причем жизни и драйва вот в стиле рок-звезд. Вот та же группа... Ну, это не хорошо знание. Насколько это свободно, насколько хочется иногда, вот, играя даже академическую, ну, вот, оригинальную музыку, даже, не знаю, того же Бранса и Бетховена, сыграть это все дело, я не знаю, в кедах, в футболке и в джинсах, да, в каком-то стиле casual. Но даже за такое, играя высокий контент на должном уровне, даже за просто внешний вид, нас многие могут не понять в нашем мире. И я тоже считаю, что это большое, на самом деле, упущение. И именно поэтому в «Лофт филармонии» я всегда очень приветствую, когда люди выходят играть не в академической форме, а в форме совершенно, как бы, казалось бы, на первый взгляд, для академистов неподобающей. Вот, потому что, когда люди выходят в коротких юбках, там, с фатином и в кедах, это по-своему, конечно, ну, производит какое-то впечатление, ну, достаточно странное и непривычное, но на выходе оказывается, что как это здорово, ведь мы современно, да, ведь мы в тренде. И я тебя в этом очень поддерживаю. И у меня вот такой вопрос вытекает из моего уже вот этого словесного потока. Скажи, пожалуйста, а вот если бы тебе, ну, дали волю, что бы ты поменял, добавил или, наоборот, убрал бы из курса, который вот мы проходим в консерватории? То есть, что же такое нужно, какой секретный ингредиент нужно добавить в курс исполнителей, чтобы они почувствовали себя вот свободно так же, как, допустим, это происходит за рубежом? То есть, за рубежом же нет вот наглухо засегнутых фраков, да, нет вот этих предубеждений, нет этого нафтолита или по крайней мере степени. Что же с вами не так? Ты знаешь, у меня даже есть более-менее готовый ответ на этот вопрос. Дело в том, что, правда, мы очень часто заложники действительно очень хорошего, блестящего образования, потому что, ну, хотим мы, не хотим, отношение к этому разное, но Московская государственная консерватория Мечковского, это, правда, бренд, это даже культ, это можно назвать как угодно, действительно колоссальная история, традиции, все здорово, все прекрасно. Но мне кажется, что многое из того, что мы изучаем, и вот, по крайней мере, то, что я вот помню, то, что я изучал, было много того, что, в принципе, не особо пригодилось. Ну, что это? А? Что это? Слушай, я не хочу никого обижать, может быть, скажу, кто-то обидится. Но много было вещей, которые были, да, наверное, кому-то они были нужны, но становишься ли ты от знаний такого рода лучше, ярче, наполненней, не знаю. Это проблема, кстати, не только Московской консерватории, но и многих других вузов и в целом образования, да. Потому что очень часто бывает так, что, в принципе, те знания, которые человек получает в высшем учебном заведении, они неприкладные, неприменимые. Это большая проблема. Но, возвращаясь к твоему вопросу, мне почему-то всегда казалось, что, может быть, силу воспитания было бы здорово вести урок театрального искусства в консерваторию, чтобы у людей была попытка примерять образы, играть, взаимодействовать на сцене. Ведь это жутко раскрепощает. Дело в том, что у меня мама режиссер-театр, сценарист, и у меня были маленькие, конечно, такие роли в разных спектаклях, и это очень помогает. Играя, ты освобождаешься, ты познаешь себя, ты меняешься, и потом на сцене, играя уже музыку, да, конечно, есть некие рамки, потому что хотим мы, не хотим, но все равно мы в них существуем. Мне, например, не очень комфортно играть в смокинге, хотя я понимаю, что это действительно очень красиво, что это элегантно, что, наверное, лучше для мужчины никто ничего не придумал, чем красивый черный смокинг. Но иногда даже одежда настолько вот тебя сужает, что не позволяет в полной мере тебе показать вот то, что ты чувствуешь. И тебе внутри, вот играя на сцене, тебе кажется, что ты все это показываешь, ты все это делаешь, демонстрируешь, и люди должны это видеть. А на самом деле, пересматривая запись, я много раз сталкивался, Алиста очень любит записывать наши совместные концерты, вот, и потом, когда вот пересматриваешь и видишь какие-то эпизоды, ты четко понимаешь, что в эти моменты ты чувствуешь совершенно что-то другое, а смотришь со стороны, понимаешь, что ты настолько зажат, настолько ты сам в себе, и вот это мешает. Я не говорю о том, что надо переигрывать, да, или быть тем, кем ты не являешься, но для меня сцена – это всегда театр. Вот первый шаг на сцену человек делает, и он уже в роли актера. Ведь играя музыку, мы ведь часто очень переживаем какие-то эмоции, образы, идеи, которые композитор закладывал в эту музыку. Как можно играть о любви, ни разу не любив? Ну, правда. Но кому-то, ты знаешь, кому-то это удается, кому-то это удается. Ты знаешь, может быть, кому-то это удается, но так как я нередко сижу на экзаменах, слушаю разную, очень хорошую музыку, концерты Брамса, Чайковского и много-многое другого, по первым нотам я уже могу сделать тот или иной вывод о человеке, как у него в личной жизни, что он переживает, насколько он наполнен, насколько он образован, насколько он посвящен в то, что он играет. Это все слышно. Ведь сложно соврать, играя то, о чем ты не знаешь, мне так кажется. Ты правильно, ты все правильно говоришь, и очень интересно послушать еще тебя как бы не только со стороны исполнителя, но и со стороны как бы... Я даже их сокла во рту немножко. Даже со стороны человека, который оценивает, то есть педагога, преподавателя уже, то есть немножко с другой стороны, по другую сторону баррикад. Но я вспомнила, как я пыталась и очень долгие годы, на самом деле тщетно, хотя бы снять с тебя пиджак. Это было практически невозможно. Такое было ощущение, что на сцене он просто впаян в тебя. То есть это такой образ, который был... Было время, мне нравилось, это правда. Да, был образ, который был абсолютно наработан и отработан за все эти годы. Но тем не менее, когда наконец-то я смогла тебя немножко раскрепостить и как бы снять с тебя все-таки этот пиджак, вот все пошло на поправку. Вот мне кажется, что это был поворотный момент нашей совместной биографии, потому что очень многое вот лофтовое, очень многое такое вот от модерации, оно наконец-то в тебя зашло. Потому что, ты знаешь, вот еще один вопрос. У нас было уже несколько мнений. Насколько все-таки грамотно, на твой взгляд, и комфортно во время исполнения, ну, в том же самом лофте, да, в лофт филармонии, делать модерацию, да, которая как бы перемежается с исполнением программы? Когда ты это выполняешь, этот перформанс, что ты чувствуешь? Извини, что перебиваю тебя. Я вспоминаю просто первые модерации в лофте. Понятно, что, вот опять же, нас же этому не учили. Я вас этому учу. Я вас этому учу. Да, это очень важно. Когда я учился, и когда ты училась, да, сделаем маленькую ремарку в сторону нашего возраста. Вот. Этого всего не было, и это не так легко. Одно дело говорить с тобой вот так вот, да, другое дело говорить, когда тебя слушают. А она сейчас слушает 14 человек, 15 уже. Нет, ну, это психологически немножко все-таки проще. А когда погас свет, микрофон, ты чувствуешь свой голос, который почему-то звучит иначе. Вот. Эта кнопка, которую ты должен включить именно туда, куда нужно нажать. И с чего это все сообразить потом. Слушай, ну, это, я помню, я переживал очень. И сначала было сложно. Вот то красноречие, которое иногда у меня просыпается, тогда на сцене оно, ну, по сути, его не было. По сути, не было. И только постепенно, когда мы с тобой играли, все чаще и чаще, все чаще и чаще я модерировал, я вел, у меня накапливался опыт. Я не люблю слово «опыт». Иногда хорошо, когда его нет. Но вот в этой ситуации, когда этот опыт я приобрел, я себя стал чувствовать гораздо более комфортно. Комфортно и гармонично. Хотя переживания, конечно, остались. Переживания волны. Но это нормально, так и должно быть. Но вот нас этому не учат. А последние 2-3 года я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что человек, играющий на сцене, сам ведет свой концерт. Без конференции. И это очень классно. Это здорово. Это уменьшает границы и дистанцию между, конечно, между музыкантом и публикой. Потому что очень часто сцены и аудитории – это как будто бы две абсолютно разные плоскости, которые как будто бы параллельны, да? Но они где-то, вот, есть границы. Не всегда это плохо. Бывают случаи, когда это хорошо, что есть некий такой, знаешь, как постамент, на котором артист, да? И вот все остальное. Но мне кажется, когда ты играешь, и ты рассказываешь о том, что ты играешь, какие-то небольшие, знаешь, юмористические вставочки, да? Какая-то лишняя улыбка, что-то еще. И мне кажется, это настолько располагает. И даже если вдруг у тебя будут какие-то проблемы на сцене, я почему-то думаю, что часть публики придет на твой следующий концерт. Во многом не потому, как ты играл, а потому, как ты себя подавал. Насколько ты был обаятелен, харизматичен и интересен. Это немаловажно. А вот этому нас не учат. Да, да, Вик, слушай, ну вот исходя из того, что, да, это был сейчас смелый эксперимент тогда для тебя, первый твой лофтовый раз, он был уже достаточно давно. Хотя я повторяю, я не думал, что будет так сложно. Мне казалось, что я выйду, как это обычно бывает, микрофон в правой руке, все расскажу, все, что знаю, пошучу. Нет, нет. Ну, конечно, к этому нужно готовить. К этому нужно учиться. Да, но самое интересное, что вот, ты знаешь, лофт, конечно, до сих пор достаточно, ну, такой экспериментальный формат, да, то есть в хорошем смысле слова, это всегда получается по-разному. То есть нет двух одинаковых лофт-пичеров именно за счет того, что люди, артисты очень разные. И то, как они могут рассказать о своих впечатлениях, да, поделиться своим конкретно опытом, это ведь тоже очень индивидуальные вещи. И ты знаешь, у меня вот твой такой рассказ, он меня натолкнул на вопрос. А вот если помимо лофта взять вообще всю твою, как бы, артистическую жизнь, какие еще смелые, ну, такие вот сценические эксперименты тебе приходят на ум? Что еще было такого экстраординарного, когда приходилось делать, ну, какие-то безумные вещи, на первый взгляд? Будучи академическим музыкантом? Ну, конечно. Ты знаешь, их было не так много на самом деле, о чем я очень жалею. Нет, ну, хорошо, но и были еще какие-то перфомансы. И вот, кстати, вот то, о чем мы говорим, да, что нас этому не учили, очень помогает, если ты играешь в каком-то бенде. Какой-то состав, где вы играете рок-музыку или что-то еще. Вот с Юрой Медиаником, например, мы нередко играем танго. Ну, это абсолютно тебя скрепощает. И мне так кайфово сидеть на вот такой барном стульчике, играя такую яркую музыку. Я классно себя чувствовал. Хотя сначала мне казалось, что это все гораздо проще. Но нет, свои особенности, свои нюансы. И это был клевый опыт. И я рад, что мы играем сейчас. Пускай не так часто, как хотелось бы, не знаю, что будет дальше, но тоже это были такие новые ощущения. У меня был опыт игры в рок-бенде. Это было очень давно, но это тоже, это очень помогает раскрепощаться. Потому что вот мы когда смотрим на какие-то популярные концерты, да, вот многие плюются, думают, ну, это какая-то может быть музыка, да, это ничего общего, нет, ничего общего с музыкой. Это все, да, да, наверное. Но эти люди, насколько они раскрепощены на сцене. И если ты попробуешь сделать что-то, ну, не то чтобы подобное, но немножко себя освободить, это ведь тоже сложно. Нас тоже этому не учили. Играй строго, играй ритмично, играй качественно, играй чисто. Это база, да, это все, безусловно, очень важно. Но вот когда нет сердца на сцене, мне кажется, что это гораздо хуже, чем фальшивые ноты или ритм, который где-то случайно ты неправильно сыграл. Давид, давай, наконец-то, как это, взорвем этот мир, и будет у нас сплошной рок-н-ролл, вот. Но возвращаясь, как бы, к этому разговору, продолжая, вот, ты знаешь, у меня вот непроизвольно как-то получается, вот все то, что ты перечислила, все замечательно, конечно, но у академических музыкантов, и помимо просто каких-то профессионального, ну, отсутствия, да, вот этого навыка специфического, да, по разным параметрам, есть еще одна беда, которой мы тоже не будем замалчивать. Вот мне интересно, как ты сражаешься сейчас, начал ли ты это вообще сражение, вот я, честно сказать, даже не в курсе. Есть такое понятие, как медийность, да, то есть для того, чтобы быть медийность, быть медийным артистом, да, это звучит как-то, как будто бы я начиталась желтой прессы, но на самом деле вещь вполне рабочая, вполне реальная, которую у нас почему-то тоже очень активно все замалчивают. Дело в том, что вопрос такой, вот как ты позиционируешь свою медийность, и вообще, насколько ты считаешь важным этот параметр, да, для артиста тоже по жизни, насколько важно ему быть именно артистом, даже за пределами сцены, то есть уметь грамотно составлять свой контент. Ну, что здесь скрывать? Мы живем в 21 веке, вот мы сейчас общаемся с тобой, да, по видеоконференции. Еще несколько лет назад буквально это было невозможно, да, то есть какие-то технологии взлетают, и, соответственно, как бы публика, она любит не только сам процесс, да, когда мы, например, в офлайне играем сам концерт, но и в какой-то послевкусии, какой-то так называемый фидбэк, и иной раз от этого фидбэка зависит не меньше, чем от самого концерта, потому что это работает и как позитивная реклама, и позволяет узнать внутренний мир музыканта, да, то есть узнать его по-человечески, это раскрывает новые грани таланта того человека, который является, ну, в чем-то даже кумиром, да, кумиром миллионов, скажем так. То есть я сейчас не преувеличиваю, потому что я очень давно уже мечтаю показать миру, что молодые музыканты, которые современные, которые талантливые, они очень красивые, интересные, они всесторонне развиты, и они достойны этой славы, как бы, да, суперзвезд. Вот как ты к этому относишься, как ты этим занимаешься? Слушай, ну вот опять же, ты подняла одну из тем, да, вот нас тоже этому не учили, как заниматься этим, как продвигать себя в социальных сетях, как использовать и Инстаграм, и многое-многое другое. Опять же, когда мы учились, наверное, это все было развито не так сильно, как сейчас, да, но вот сейчас мы вынуждены сами это делать, и, к сожалению, вот то, что я вижу, далеко не все это понимают. Я думаю, и ты знаешь многих ярких молодых музыкантов, я знаю, которые к этому относятся как не то чтобы пренебрежительно, но как нечто второсортное. То есть они в силу, опять же, в силу того, что они так обучены, получили такое образование, считают, что это не главное, безусловно, это не главное, но, к сожалению, мы живем в мире, в обществе, где это действительно очень важно. И, к сожалению, порой даже это бывает важнее, чем то, как ты играешь. Опять же, мы не будем называть фамилию, но и я, и ты, я думаю, что мы оба знаем много имен, много больших, очень известных медийных музыкантов, которые играют весьма своеобразно, но при этом имеют колоссальные площадки, гонорары, выступления, гастроли по всему. Давид, но тут я хочу отметить, что на самом деле вот в своем лице и в лице своего проекта я как бы за то, чтобы был все-таки какой-то баланс. То есть, вот, допустим, проект продвигает определенного уровня музыкантов, да, и как бы контент, который я посвящаю этому, и контент, который связан с нашей с тобой деятельностью, да, ну, как бы он соответствует, что называется, действительности, да, то есть я не за перекосы какие-либо, потому что я считаю, что когда человек за счет какой-то просто, ну, красивой обертки, картинки продвигает себя и на это покупаются, ну, что ж, это было всегда и будет тоже всегда, но это не есть вообще такой долгосрочный путь, долгосрочная стратегия. То есть, это, помимо того, что это просто достаточно низкие какие-то, да, такие вещи, вот, это, в принципе, не имеет смысла, потому что нельзя считать, что публика дура. Принято считать, что публика дура, но это совсем не так, потому что... Кстати, меня так как раз и учили, я помню, что моя первая первая учительница, Галина Степановна Турчанитова, она так и говорила, что публика дура все съест. Нет, это не так. Но я считаю, что это неправильно абсолютно. Это не так, да. Ты знаешь, я вот на примере и лофта, и вообще развития, извини, камерной музыки, да, вот я просто поняла, что это совершенно не так. Просто есть вещи, о которых, ну, кричат, крикуны, да, на каждом углу, но не факт, что, да, вот даже в иерархии жанров, если вообще так можно выразиться, да, существуют какие-то более топовые, там, менее популярные. Это совершенно не так. То есть, даже, ну, если говорить о жанрах, конкуренции как таковой, ее не может быть, потому что вещи совершенно разные. То же самое я говорю о категории талантливых артистов. То есть, есть разный возраст, есть разный статус, есть разные конкурсы, на которых побеждают люди. Вот здесь я подхожу к самой интересной теме, да, что в Москве, в России мы не будем замалчивать, что сейчас только, наверное, буквально начало пути, когда та же камерная музыка, да, наконец-то выходит из теневой своей стороны, когда, наконец-то, она поднимается на щит и становится очень-очень востребованной, потому что просто все устают от каких-то громадных именно массовых мероприятий. Это массовость, она перестала работать в плюс, она больше работает на минус, потому что скопление людей, постоянный какой-то стресс, ну, то есть хочется чего-то домашнего, чего-то своего, салонного, там, эстетского, да. То есть люди готовы воспринимать высокий контент, но при других условиях, когда и свет не такой яркий. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю. Просто, знаешь, Давид, вот мне интересно, ты ведь, ну, давай не будем скрывать, не всегда у тебя было отношение к камерной музыке, да, вот такое, какое оно сейчас. Вот пройдя определенный путь, пройдя определенный путь, сделав, ну, определенные выводы и, как бы, методом проб и ошибок, вот скажи, что на сегодняшний день для тебя камерная музыка, вот что это для тебя, и как она тебя, ну, я не знаю, зажигает, или наоборот, что с тобой происходит, когда, вот я говорю, словосочетание, камерная музыка, chamber of music, и все, вот, пожалуйста. Слушай, ну, первая ассоциация, это, конечно, ты. В любом случае, на самом деле, у меня с камерной музыкой, с камерной музыкой очень противоречивые всегда были отношения. Дело в том, что я никогда по большому счету по-настоящему не занимался до встречи с тобой. То есть, да, это были какие-то короткие проекты, подготовка к экзаменам, какие-то, возможно, концерты разовые, но никогда не было человека по большому счету, да, с кем бы я играл очень-очень долго. Только после аспирантуры я начал играть с Варей Тарасовой, ты знаешь ее, да, вот мы на протяжении какого-то времени вместе играли, выступали, потом появилась в моей жизни ты, и я этому очень рад, потому что, опять же, к сожалению, в Москве, в отличие от европейских высших учебных заведений, консерватории, не такое большое значение уделяется камерной музыкой. И это большое упущение, потому что, в принципе, я считаю, что это абсолютно другая специальность, которая ничего общего не имеет с теми концертами, которые мы играем сольно, каприсы погонений, баха и тому подобное. Это все тоже, все очень интересно, все очень сложно и непросто, но камерная музыка это абсолютно что-то автономное, не зависящее от сольной игры. Поэтому, конечно, я не сразу к этому пришел, но справедливости ради камерной музыки вообще приходит достаточно поздно. То есть, я знаю мало людей, которые с 17-18 лет уже точно определились, что они камерные музыканты, играют исключительно камерную музыку. с тобой, когда вот мы встретились, это было 2000, это был 2016 год. Хотя мы с тобой играли раньше, но это опять, что все было как-то очень не так серьезно, как, конечно, сейчас, но тем не менее, то да, для себя я уже понял, что действительно, насколько это все по-другому, когда ты чувствуешь своего партнера по ансамблю даже поры лучше, чем себя. И это приходит и сразу. И люди разного характера, разного воспитания, разных традиций, культур. Это тоже очень влияет на то, как вместе сосуществуете, да, вот в этой всей иерархии. Но это очень интересно. Если это получится, то, если это получается у музыкантов, то это так слышно. Это для меня, наверное, было самое главное откровение, что это очень слышно. Потому что я нередко встречаю, да, вот и ты тоже знаешь, на афишах людей действительно колоссальные музыканты с колоссальными карьерами, вот они вместе играют камерную музыку. Но по большому счету, как бы блестяще они индивидуально бы не играли, ничего общего с камерной музыкой, с музыкой, ну просто нет. Это... Совершенно верно. Потому что, да, порепетировали в двух разных самолетах, да, как... какие бы не были гениальными музыкантами, ну нет. Хотя я был на таких концертах, я пытался найти камерную игру. Нет. Это... Чтобы быть камерным музыкантом, именно вот играя с тем или иным человеком, нужно прожить вместе. И это работа не одного месяца. Я помню, как мы с тобой начинали, я помню, что как это было непросто, что я человек достаточно непокладистый, у меня всегда есть своя позиция на все, прав я, не прав, не важно, хотя я умею выступать. Поэтому поначалу, так как у тебя тоже действительно очень настоящий бойцовский характер, всегда свое мнение, ты целеустремленная, амбициозная, и вот у нас было вот это восстановление мнений, безусловно, ты понимала тогда гораздо больше, чем я. именно в камерной музыке я тянул одеяло на себя, но это был процесс, который был крайне необходим. И вот тот ансамбль, который переживает это, то они превращаются действительно в очень сильный коллектив, который готов выступать на самых серьезных площадках. Душа просто сейчас дрогнула, это просто на самом деле... Нет, а я сейчас не пытаюсь говорить на камеру или там что-то... А я знаю, нет, я знаю. Я правда так считаю. Это абсолютно правда, то, что ты сказал. Я полностью... Я правда так считаю, потому что всегда мне казалось, что... Ну как вот... Опять же, как нас учат. Вот камерная музыка... Слушай, ну, две недели и готова. Пару репетиции сыграем. Нормально. По нотам наизусть не надо играть. Текст, ну, простой. Сделаем. Ерунда. Та сложность, которая есть в камерной музыке, она порой даже сложнее, чем пассажи погонений или там что-то еще. В общем, правда. Ну, естественно, потому что там речь идет о вот этом, вот понимаешь, мозг. Это интеллектуальная музыка. Исполнять ее действительно сложно. чтобы слово камерное было слышно во время исполнения. А это сделать действительно сложно. И надо прожить какое-то количество времени вместе. У всех по-разному. Я считаю, что у нас достаточно быстро получилось. Ну, не считая того, что через полгода я была готова просто вырывать на себе волосы и посыпать голову теплом. Нет, на самом деле, конечно, есть такой момент, что в консерватории делают, прикладывают массу усилий для того, чтобы, ну, струйники точно, вот, духовики, может быть, в меньшей степени. Хотя, ну, так, да, как бы не будем сейчас разделять телоангового лагеря. В принципе, инструменталисты их воспитывают таким образом, что, ну, камерная музыка, что это такое? Ну, это примерно то же самое, что с подземьмистером играется специальность. Может быть, чуть-чуть выше. Ну, да, но, в принципе, отношение такое достаточно, ну, какое-то индифферентное, что в корне неправильно, потому что... Потребительская. Да, да, потребительская именно. И вот во всех консерваториях мира, да, если мы не будем брать великую дважды ордена Ленина, потому что, да, безусловно, я повторюсь, что это бренд, это уважаемое заведение, где есть традиции, но нет одной традиции, которая очень подозрительная, да, вот нет понимания того, что существуют, ну, действительно, некоторые разные опции, они требуют разной выучки, разных акцентов. То есть за рубежом, например, да, когда мы говорим о студенческом звене, о звене мастера, то есть об аспирантуре простым языком, соответственно, есть уже разделение, когда люди четко для себя выбирают, по какому направлению они хотят дальше обучаться. Ведь ни для кого не секрет, что почему после консерватории и аспирантуры многие наши, так сказать, пассажиры уезжают за рубеж научиться камерной музыке. Да, у нас есть несколько признанных метров, да, мы сейчас не будем спорить о вкусах, потому что, действительно, у каждого свои предпочтения, но это вот раз-два и обчелся, и практически как бы на них эта школа и обрывается. Но мы уже не будем говорить почему, потому что, наверное, молодых преподавателей берут не в достаточном количестве, которые могли бы стать хорошими преемниками, но это уже совсем другая тема для другого онлайна. Но я хочу сказать об одном, что действительно отношение к камерной музыке, к камерным игрокам, которые есть в Европе, это европейская традиция, это что-то невероятное, потому что они занимаются всем, помимо того, что воспринимаются люди в камерном составе как именно, что обособленные игроки, у каждого должен быть абсолютно развитый интеллект, потрясающий слух и даже искусство такого предслышания своего партнера, полное погружение, полное понимание. Потом они работают как бы над визуализацией этого состава, да, Давид? Ведь они очень много вкладывают в так называемую картинку, но не в плохом смысле слова, не в дешевом смысле слова, а в том, как этот организм выглядит, как он взаимодействует. То есть это действительно, как ты уже сказал, ты сказал актеры, но это не совсем актеры, это просто собирательный образ артиста, да, как он себя ведет на сцене, как он существует вот в этом вот жанре, потому что камерная музыка, она же наделена как бы органичной динамикой, да, то есть это не статика. Когда все-таки выходит один человек, и это солист, пусть даже виртуоз, тот же скрипач, который там играет, да, какие-то сольные сложнейшие произведения, пусть пианист, который играет такие же какие-то сумасшедшие пассажи, там вытворяет цирковые номера, все равно той динамики, которую дает камерная музыка, ну, эти жанры, они как бы лишены, это просто разные абсолютно опции, тут нет как бы лучших и худших, да, просто совершенно разные галактики. Вот нам тут написали один комментарий, очень какой-то просто громадный, сейчас буду читать, на самом деле обходим с детства, чтобы сразу, ну да, потом, сейчас, извините, у меня тут все отмокалось куда-то, да, чтобы учить и слушать, да, и слушать друг друга, да, полностью поддерживаю, вот вижу, аудитория тоже прекрасно понимает, о чем идет речь, потому что, в принципе, вот нашей молодежи, да, сейчас этого не хватает, потому что за рубежом насколько популярны струнные квартеты, да, у нас вообще практически нет, струнные квартеты, это вообще другая специальность, да, струнные квартеты, слушай, у меня был опыт струнного квартета, и когда я окунулся в это, я же никогда не занимался этим, не учился, я просто, опять же, я помню, какой у меня был квартет, в консерватории, все это было на таком смешном уровне, и вот сейчас, по прошествии многих лет, я просто понимаю, что, как жаль, что в свое время я не уделял этому достаточно внимания, вот сейчас даже студентки или студенты, которые ко мне приходят заниматься, я всегда им говорю постоянно, занимайтесь камерной музыкой, занимайтесь квартетом, потому что это правда очень важно, и это по-настоящему позволяет вам быть гораздо более разносторонним музыкантом, это очень важно, потому что, опять же, я встречаю многих ребят, которые, вот они развиваются только в одной ипостазе, это так скучно, это так скучно, и главное, ты пытаешься как-то вот поменять их, чтобы они сыграли что-то другое, чтобы они как-то вот вышли из этой зоны комфорта и не могут выйти, потому что не умеют, а такое образование, они уже закончили консерваторию, а их этому никто не учил, жалко, жалко, жалко потерянного времени, потому что, вот я, например, жалею, что в свое время квартетом я недозанимался, и потом, уже в государственном квартете имени Глинки, когда я туда попал, мне пришлось просто с нуля все это наверстывать, хотя, если бы у меня была база, мне было бы гораздо легче. Давид, понятно. Слушай, ну помимо того, что у нас полная катастрофа в камерном крыле, как бы, да, ну, может быть, это будет меняться, дай это Бог, потому что кто-то же должен все-таки заявить об этой проблеме и начать ее решать. Мне кажется, сейчас самое время, я уже давно об этом говорила на протяжении, как минимум, последних, ну, лет 7-8, когда я уже серьезно очень занималась камерной музыкой, но еще не было Love Philharmonia, ну, не суть, ладно, с этим как бы разберемся по ходу событий. А вот вообще такая опция менеджмента, вот у тебя же не было менеджмента в консерватории, то есть это то продвижение, которое мы говорили. Никогда этим никто не занимался. Ну, скажи, ты об этом как бы не то что сожалеешь, тебе бы хотелось наверстать? конечно, так я наверстаю на каждой репетиции с тобой. Вот, ты что, я же люблю задавать вопросы, я тебе задаю регулярно, мне все это очень нравится и интересно. Да, жаль, что у нас этого не было, у нас даже факультатива такого не было. Даже не было, хорошо, вот если бы тебе сказали, ты сейчас можешь получить абсолютно любое менеджерское наставление, любую менеджерскую опцию, что бы ты в первую очередь попросил, чтобы тебя научили, чему, какой опции, чего тебе больше всего не хватает? как реагировать, когда тебе отказывают. А, ну это твоя любимая тема? Нет, ну я считаю, что это очень важно. Ну у меня есть рецепт счастья, ты должен просто, на самом деле, менеджерский подход к такого рода проблеме очень простой и очень мудрый, что, да, тебе откажут, наверное, в 90% случаев, но в 10%, если ты пройдешь сквозь вот эти вот черные 90%, тебе ответят положительно. Просто немногие знают, что когда, да. Ты знаешь, ты это все говоришь очень складно, я все это прекрасно очень понимаю, но на своем опыте, если я встречаюсь с такими ситуациями, нужно обладать каким-то стержнем, чтобы пойти дальше и подняться. Потому что я не очень люблю, я помню, сколько у меня было случаев с тем, что вместо того, чтобы проявить какую-то инициативу, ну это, конечно, было все очень давно до встречи с тобой, да, вместо того, чтобы себя предложить или как-то вот что-то показать, ты думаешь, что пускай лучше вот ты это ничего не сделаешь, тебе не откажут, но при этом ты будешь для себя там князем мира и, в общем, пойдешь дальше своей дорогой. Мне всегда это было сложно. И вот только, наверное, последние пять лет я к этому отношусь уже философски и спокойно. Просто смотри, Давид, тебе очень повезло, вот ты сейчас сидишь в диалоговом окне, ты думаешь, что Midnight Loft Online и все, это хэштег Loft-терапия, а Loft-терапию ты конкретно проходишь практически каждый день до вот этого периода. То есть, в принципе, ну, это все, конечно, шуточки, но это уже вопрос как бы твоего психологического настроя, то есть, это такая психосоматика, что ты отторгаешь, да, вот эти вот отказы, они тебя очень сильно расстраивают. Это понятно, разочаровываются абсолютно все, когда им отказывают. Они просто это умело скрывают и говорят, что да нет, меня это не трогает. Это все тоже такой психологический момент. Ну, хорошо, а вот если копнуть глубже, вот еще, помимо того, что вот как сделать так, чтобы не отказывали, да, как-то уйти от этого, какой у тебя еще вот есть глубинный вопрос наболевший по части самоменеджмента? Слушай, да много таких нюансов, опять же, нас никогда не учили, как составлять свою подфолио, например. Ну, сейчас уже учат студенты, кстати говоря. Сейчас очень учат, но когда я учился, не учили же, понимаешь, мы даже не знали, что это такое. Этого никогда не было. Но помнится, я тебе даже помогала составлять несколько вариантов этого подфолио. это, к сожалению, многие не понимают, насколько это важно. Это как будто бы такая незначущая деталь, но по этим деталям строится действительно общая картина о музыканте. Это все очень важно. Потом, я всегда интересовал рекламу, маркетинг. Тоже нас этому не обучали. Вот сейчас только с твоим приходом, да, ты замечательные лекции проводишь, начали потихоньку уже этим заниматься. Но раньше этого не было. Хотя это не менее важно, чем умение быстро бегать пальцами левой рукой и правой рукой. Это ведь тоже очень важно. Сколько мы знаем талантливых музыкантов, которые обладают как будто бы всеми качествами того, чтобы построить большую карьеру, но при этом не обладают помощником, да, какой-то рукой, которая бы направила человека в правильное направление. Это тоже очень важно. Давид, а вот еще одна опция, которую мы с тобой еще не затронули. Вот медийность, да, вот профессиональные навыки, это все понятно, менеджерские навыки, это все вот комплект, который мы потихоньку собираем, да, в такого идеального, идеального артиста, классного. А что ты скажешь по поводу физической подготовки? Ведь в нашем музыкальном мире академической музыки мы не будем тоже замалчивать, что очень часто путают статусный вид и пивной живот, будем называть еще своими именами, между этими понятиями ставят знак равенства, то есть как бы, что меня всегда очень сильно возмущало, почему же живот у мужчины, например, это признак статуса? Признак дурачины. Да нет, на самом деле, я, слава богу, этим никогда не страдал, я знаю, что мы с тобой, я знаю, что мы с тобой солидарны. Я тоже держусь. А? Я тоже держусь, держусь. Ты большая умница, ты знаешь, что мы с тобой в этом вопросе солидарны. Действительно, я всегда считал, что артист должен выглядеть презентабельно. Это очень важно. Это не просто какое-то увлечение или хобби, это необходимость. Это часть профессии. Мы артисты. А артист, в своем понимании, это слово, которое звучать должно гордо. Поэтому, выходя на сцену, как я уже раньше говорил, что с первых шагов на сцене, на сцене, да, вас должны быть уже влюблены. И поэтому, я считаю, что стараться правильно питаться, какие-то делать абсолютно базовые вещи, заниматься спортом, это очень важно. Потому что, опять же, я не хочу какие-то примеры сейчас говорить слух, но все знают прекрасно музыкантов, которые не обременены большим талантом, но при этом они действительно в классной форме. И это привлекает особую категорию людей, которые, к слову, я отношусь очень хорошо. Мне приятно, если люди, которые не имеют никакого отношения к классической музыке, не важны их мотивы. Вот они придут и они с этой музыкой познакомятся. Да, наверное, их мотивы будут немножко другие, но ничего, почему не работать и с этой публикой? Почему бы не делать так, чтобы действительно наша аудитория становилась шире, ярче, лучше и красивее? Я считаю, что это тоже очень правильно. Потому что, ты молодец в этом, конечно. Потому что, если проанализировать современные залы, конечно, ни культурный центр ЗИЛа, ни те концерты, которые проводишь ты, то, к сожалению, при всем моем уважении в залах много седых голов. И мы должны понимать, что рано или поздно эти люди уйдут. А кто придет вместо них? Или кресла будут пустые? Ну, теперь-то кресла все будут пустые, понимаешь? Это такая плохая шутка. Теперь-то кресла все пустые. Кстати, тебе тут Элина написала, вот Элина, я все читаю, очень приятно, то, что ты пишешь. Вот к Давиду 90% девушек приходят на концерты. Да, я как свидетель, я могу подтвердить, что да, это так. И неважно, какие у них мотивы, как говорит Давид, самое главное, что это... Опять же, что-то не бабушки, это молодая аудитория, вот я здесь подчеркну. Алиса, можешь смеяться, можешь не смеяться, но мне приятно, что они ходят. Мне приятно, что... Мне тоже? ...путь так, вот может быть, не совсем правильным образом, но они приобщаются к музыке. А почему неправильным образом? Они узнают что-то новое. Почему? Нет. Я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Мне приятно, что они приходят. Я надеюсь, что у меня получится и у тебя получится сделать так, что им действительно понравится, и они чаще будут ходить уже вне зависимости от того, кто на сцене. Им просто будет нравиться музыка. Знаешь, ты так как раз переживался, когда я упомянула всех твоих девушек. Ты не переживай, потому что мне тоже приятно, когда девушки молодые приходят на наши концерты. Ты уж не думай, не думай. Главное, чтобы кто-то другой не приходил. Ну, тут уже, знаешь, как повезет. Тут уже как карта ляжет. Слушай, ну, у нас с тобой прямо такой брейн сегодня, брейнсторминг. А вот давай сейчас немножко спустимся на землю и расскажем аудитории, что у нас есть один интересный такой лайфхак репетиционный. Вот, Давид, у тебя же не просто любовь и страсть к кофе. К кому? К кофе. К кофе? Да, это просто самый настоящий культ и философия. Вот как ты сейчас, как ты сейчас, дорогой мой, справляешься, когда все кофейни закрыты. Очень плохо. Я такой человек, который привык пить кофе каждый день. И для меня зачастую даже на первом месте не качество кофе, а место, где я пью. Вот, и поэтому нередко, когда карантина не было, были случаи, когда я просто, не знаю, какие-то места находил, где можно просто выйти, там, ну, в шаговой доступности от дома выйти, просто выпить чашечку кофе. Не плевать, что это кофе какой-то там, какой-то нехороший или что-то еще. Вот, у меня сама эта атмосфера, философия того, что ты вышел, ты вот немножко гоняешь мысли, думаешь о чем-то своем. Очень часто принимаешь решения, причем весьма важные в своей жизни. Кофе я очень люблю. Мне очень жаль, что сейчас, конечно, я даже не могу найти место, где можно купить кофе, на вынесе. Знаешь, я всегда, Это уже абсолютно другая история. Я всегда, вот всегда, когда мы с тобой проводили эти наши кофейные посиделки, ну, когда у нас были такие репетиционные паузы, я всегда тебе говорю и говорила, и буду, видимо, говорить, что я абсолютно тебя вижу в каком-то снежном таком бизнесе. Мне кажется, что успешный музыкант это еще не все, что ты можешь ждать этому миру. Ты знаешь, что... Атмосферное место, которое может, там, не знаю, быть с кофе или, может быть, с напитками покрепче. Ой, Алис, ну, ты знаешь, мне приятно, что ты все это сказала, видишь так, но я очень рад, что я не открыл кофейню сейчас. Нет, ну, слушай, это сейчас минутка иронии. Понятное дело, что я говорю, мы же не знали, что так получится, да? Конечно, я не желаю как бы краха твоему бизнесу, что называется, да, и будет какой-то момент более удачный, но мне кажется, что это идея, которую непременно нужна как-то реальность. Мне всегда было это интересно, да. Я вот тебя вижу в этой роли, мне кажется, что ты такой душевный человек. Но только не в России. В Италии. Конечно. В Италии. Чтобы зайти, знаешь, там, «Ля газета делла спорт», какие-то, знаешь, новости про футбол, эспрессо. Да. Я так и вижу, ты такой сидишь в элегантных, в таких штанишках зауженных, в поло таком элегантном, и попиваешь кофеек, в руках у тебя газетка, здесь лежит айфончик, да, я прям вижу эту картинку. Знаешь, я всегда, конечно, хотел уехать в Италию, это была моя мечта на протяжении многих лет жизни, даже сейчас, несмотря на то, что уже немножко крепче стоишь на ногах, уже видишь мир несколько по-другому, все равно это желание уехать, конечно, оно есть. Вот каждый раз, бывая в Италии, я, конечно, себе вовремя о том, что как жаль, что я родился не там. И вот мы, когда с тобой были в Турине несколько лет назад, я просто помню свои ощущения, как там хорошо. Получалось в жизни всегда так, что, находясь в Италии, я всегда был максимально счастлив. В независимости от того, что там происходило, но вот именно само это ощущение жизни, которое ты родишь, находясь в этой стране, оно непередаваемое. Хотя, наверное, кого-то удивить любовью к Италии очень сложно. Италию, наверное, любят все, кто там когда-то бывал. Ну, ты знаешь, Давид, я думаю, что тут можно найти компромиссный вариант. Вот сейчас все вот это вот время каким-то образом все-таки вернется все на круге своя. Так вот, идея состоит в том, что можно прекрасно существовать в Москве и делать все активные вещи здесь, а в том числе еще, так сказать, летать в Италию, где иметь небольшую дачу, будем вечно называть своими именами, точнее виллу, итальянскую виллу, прекрасные оливы, которые растут у тебя на террасе, замечательное вино. Я пока не заработал. Нужно работать над этим. Я понимаю, что пока что всего этого нет. Но ты знаешь, говорят так, ставьте большие цели, в них легче попасть. Вот. Это, кстати, флаг, под которым я иду практически... Ты знаешь, а я тебе отвечу, мечты иногда должны оставаться мечтами. А я так не считаю. Я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее так... Я и тебя тоже отвечу. Но бывает, когда мечты становятся явью, ты потом думаешь, что, блин, лучше бы мечта осталась бы мечтой. А я тебе тоже отвечу, потому что знаешь, что такое счастье? Счастье – это вещь не сиюминутная. Счастьем является сама дорога к счастью. А ты знаешь, что такое любовь? Любовь – это туман, который рассеивается с первым ликом реальности. А ты знаешь, что не верят в любовь и в ревматизм до первого приступа? Да, да. Тут уже не поспоришь. Я тогда продолжу. А ты знаешь, что железнодорожный билет возбуждает больше надежд, чем лотерейный? Кого возбуждает? Возбуждает больше надежд, чем лотерейный билет. Конечно. И я могу продолжать сколько угодно долго. Ты вступил как раз на ту тропу, где я абсолютный профит, ты понимаешь? Это твое поле. Я обожаю афоризм. Да, кстати говоря, тут тебя хвалили за тосты. Тосты прекрасные. Какие тосты? Ну, тосты. У тебя как бы, знаешь, 1-0 написали. Так, Давид, ты должен отыграться. Мы сейчас заходим на второй час. Если ты начнешь говорить о женщинах, а я не начну говорить о мужчинах, ты точно выиграешь. Ладно. Давай сделаем так. Сделаем такую тоже рокировочку. Смотри, я с тобой поиграю в одну игру. Игра такая себе. Этот период ну, такого как бы непонятного релакса, самоизоляции типа. Какая музыка, камерная или некамерная, у тебя ассоциируется вот с этим периодом. Слушай, мне никакая музыка сейчас не ездит в голову, честно говоря. Какой-нибудь, знаешь, ACDC. Давид, ты совсем... На самом деле, сейчас очень мало музыки слушаю. Я вот в основном вот играю что-то, но, опять же, какое-то желание прям играть, слушать что-то, конечно, его сейчас очень мало. Я честно говорю об этом. То есть... Кейдж, она пишет 433. Ты говоришь про ассоциацию, не знаю. Честно говоря, да, то, что происходит сейчас, настолько это все реалистично, потому что, ну, как могли мы представить, что вообще такая ситуация может иметь место, как сейчас? Так, все, снять, никакого негатива. Значит так, Давид, у меня к тебе еще один вопрос. Коля, вспомнили Кейджа здесь у нас. А как ты относишься вообще к искусству минималистов? И вообще, минимализм, что это такое? И неоклассика, например, который тут постоял. Ты решил меня закопать все-таки, да? Довести счет до разгромного. Ну, почему же? Я всего лишь деликатно пытаюсь продолжить разговор. Нет, ну, кстати, опять же, такой музыки, такую музыку я действительно играл очень немного, но опять же, знаешь, вот проблемы нашего образования, ведь нас ведь, опять же, нас не так, нас этому особо-то не учили. Да? Вот современная музыка, камерная музыка, вот это вот все. То есть, играете эти концерты, кусков концерты, ты понимаешь, да? Вот. А это уже ты в процессе познания музыки, познания, чем ты, опытнее, умнее, чем ты, не знаю, чем ты свободнее в своих мыслях, тем ты больше начинаешь изучать то, что тебе не додают, да, в рамках академического образования. К этой музыке я хорошо отношусь, другое дело, что, конечно, я ее очень нечасто играл. Объективно. Очень нечасто. Да ведь, нас тут, я просто хочу тебя предупредить, сейчас первый эфир подойдет. Ты хочешь, чтобы я композитор, композитор, композиторов перечислил. Я сейчас, подожди, сейчас перечислишь. Подожди, ты не торопись, нам тут советуют перейти во второй эфир, когда первый начнет заканчиваться, но пока что мы сидим здесь. Да, вот мне интересно, вот среди, допустим, неоклассиков, ну, только оригинальных неоклассиков, ты понимаешь, кого я имею в виду, все-таки, кого ты уважаешь, кто тебя интересует? Кого ты имеешь в виду? А, вообще, нет, из современных, как бы, неоклассиков, ну, не все, они, так сказать, да, соответствуют чему бы то ни было, но у нас осталось 28 секунд, и мы переходим во второй эфир, или ты хочешь... То есть я подключаюсь, подключаюсь, да, к тебе? Ну, а ты хочешь подключиться, или ты не хочешь? Конечно, конечно, я хочу подключиться. Мы продолжаем, ребят, мы продолжаем, остается вот 16 секунд, я, значит, не прощаюсь, сейчас увидимся с вами после рекламы.